Функция от x минус x штрих Согласны, за два h с собой Минус и h, вот такая штука Теперь давайте вот эти маточные элементы Рассматривать Значит здесь x действует на x штрих x штрих выскакивает И мы получаем x штрих x p штрих А здесь p действует на вот эту на кет-вектор а x действует на брат Но мы знаем, что мы можем и кто-то подействует вот на эту штуку из-за того, что он эрмитов И вот и выскочит x И получится вот такая Такой раз Никто в этом У кого-то есть возражение против того, что я вот так написал То есть вот x сюда подействовал налево Поскольку это собственный вектор x Выскочил Собственное значение равное x И вот мы его тут написали И вот чудо мы отсюда видим, что x x x x x x x Такой маточный элемент равен чему? минус и h Дельта функция x минус x штрих делить на x штрих минус x Именно в таком порядке Это важно Здесь порядок важен Здесь нет, поскольку это четная функция А здесь важно Вот мы такой получили маточный элемент для оператора импульса к кардинатному представлению А теперь вот давайте той скобкой заниматься Значит, берем x p psi Дальше Вставляем сюда операторную единицу dx штрих x p x x x x x x x x x p x x x x x x x x А вместо этой скобки подставляем вот то, что тут стоит. Получается минус и h, интеграл dx', дельта функция x-x', делить на x', минус x, и, соответственно, ψ от x'. Согласны, да? Теперь поступим следующим образом. Вот x' близко к x', потому что дельта функция вообще их заставляет вместе быть одинаковыми. Поэтому вот здесь вот разложим в ряд вот этот x', разложим. Тут было x', мы напишем x, минус x, плюс x'. И вот по этой вот штучке, которую я обвел, мы разложим в ряд Taylor'а вот эту функцию. Будем считать, что она у нас приличная. И тогда будет следующее. Будет первое слагаемое, минус и h, интеграл dx', дельта x-x', x'-x', умноженное просто на ψ от x. Тут оно не интегрируется. И вот этот интеграл, он равен нулю, потому что это интеграл по нечетной функции, туда-сюда, с четной. Вот, этот интеграл равен нулю. Ну, вот, а следующий интеграл будет такой, минус и h, минус и h, соответственно, dx', то есть x' минус x' на x' минус x' на дельта функцию x-x' на производную dps по dx. Ну, потому что разложение в ряд Taylor'а, там вот эта вот разница на производную. Вот этот вот, да, ну и производная взятая в аргументе x'. Нет, в аргументе x. Ну, в аргументе x. Ну, и видно, что вот этот интеграл, он ну просто равен единице. И мы получаем, вот, здесь нужно провести границу. И мы получаем, что x, p, psi равняется минус и h, d, psi по dx. Вот, то, чем у вас учил Дмитрий Игоревич. То есть оператор импульсов в координатном представлении, значит, вот, превращает функцию ψ от x в функцию минус и h, d, psi по dx. Вот мы это вывели, там, с некоторой такой воздель. Тут, конечно, вы можете сказать, вот тут, когда 0 в дельта функции, тут в знаменателе 0. Ну, что-то такое непонятное. Ну, все математики вам скажут, что это равно 0. Потому что здесь четная функция, здесь нечетная, мы по оси там интегрируем. Это надо съесть. Ну, а здесь все в порядке, интеграл дельта функции равен 1, поэтому вот этот множитель остается. Вот здесь вот этот вот один множитель, как вы понимаете. Это второй, ну, второй слагаемый в ряде Тейлора. А все следующие, кстати, разложения в ряде Тейлора, они зануляются из-за того, что там старшие степени x минус x штрих, вторая степень, третья, четвертая, десятая, а x минус x штрих равно 0, потому что так требует дельта функция. Вот. И все остальные слагаемые, они равны 0. Выживает только второе. Слагаемые, вот оно. Ну и таким. Вот есть такой способ, как бы, доказать, что оператор импульса является дифференциейным. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Я просто хотел вот для этого договорить. Еще хлопковки нет, что-то там, хорошо. И минуты через пять продолжим.